всем привет вернулась из москвы уже отдохнула от поездки в москву в общем-то поездка я так скажу удалось много всего можно там смотреть посещать но как это не просто путешествие а по делу поездка поэтому все в городе в городе и город достаточно активный и особенно если попадаешь в час пик до 10 утра это конечно суета но суета заканчивается после 12 поэтому принципе помимо дел учил огромное удовольствие от смены города минск более пассивный это конечно город определяет жители города не сама не сама местность местность нас отличная когда-то было и леса и реки все что нужно для выживания все есть люди как вот городские жители не только минска но все белоруси более пассивны нежели те кто приезжает в москву обязательно рожденные в москве постоянно идет приезд в москву людей новых разных поэтому город несмотря ни на что не унывает живет движется это это конечно радует что люди привозят туда не только деньги но и свои умения свои мозги себя самих и не дает так сказать городу затихнуть это в этом есть смысл города но самое главное что в таких поездках можно в общем-то очень быстро набрать вес но у меня уже появилась такая определенная система я показывал что это ела с утра один день вечером днем в основном и в принципе вес не набрала целлюлит не набрала то есть если есть какая-то там стадия это только при очень хорошем нажатии потому что в общем то я сделал немножко упражнение но не в таком объеме как раньше очень редко в основном пользуюсь тем к чему я пришла вот на данный момент это ходьба немножко упражнение для рук но в основном это по ходу действия все использую свою свой организм вот поэтому не набрала там вес потому что всегда можно найти продукты питания в магазине если нету таких хороших ресторанов поблизости по пути то что нужно постоянно выбирать время особенно понравилось что пробковать ресторан москве очень заняты по сравнению с жиромом питере хотя в общем то один другому не уступают и принципе это очень мне нравится что вес не набирается вне зависимости от того есть движение в городе у меня или нету это радует ни в киеве не после поездки в киев не другие города общество вес не приходит и это как бы мое такое личное достижение этим я делюсь в общем то бесплатно за один клик на моем канале поэтому на канале youtube моё мои видео и вот сейчас в минске похолодание уже конкретно пришла осень с изморозью то есть уже понижение конкретной температуры и я не перестаю выходить на улицу даже если резко перешла температура с плюс 20 до плюс 6 за один день буквально ночь и я все равно вышла на улицу было времени было все равно прошлась потому что хотя бы быстро минутку прошлась и тем самым я не перестаю не для своего организма я не перестаю не останавливаю адаптацию адаптация к холоду это очень важно самое интересное что холод когда начинается уже конкретные ежедневные морозы понижение температуры и само понижение температуры заставляет организм двигаться быстрее да я вышла на небольшой период времени это буквально минут пять магазина из магазина и обратно но я хочу сказать что этот факт холода стимулирует еще больше потери энергии при этом не едите больше не употребляйте больше калорий а если вы еще помогаете своему организму такими продуктами как лук как имбирь чеснок что является вообще дешевыми найдешь найдешь самые дешевые продукты которые помогают организму противостоять переменам температуры противостоять бактериям которые нам мешают спокойно жить инфекциям и если вы еще это употребляете конечно запах есть от двух продуктов но что же делать либо вы себя защищаете либо остальные нюхают ваши ну не совсем запах неприятного натуральные иногда можно можно нужно выбирать время чтобы использовать чеснок в салат лук салат имбирь наименьший запах ну в зависимости от вкусовых пристрастий и вот по поводу холода начинаешь двигаться быстрее тем самым больше энергии тратишь и вот сейчас я вышла на улицу я уже вообще привыкла к холоду сейчас еще пройдут минут пять-десять это будет быстрее темп то есть тут уже чистая физическая нагрузка если ее рассматривать как физическую нагрузку раз так скажем не то что рассматривать а распределить и проанализировать это уже активнее физическая нагрузка идет и тем самым больше затрат энергии при этом питание никак не меняется вы естественно сам организм требует больше калорий и едите больше и чуть-чуть больше набираете к зиме если у вас есть перемена температуры но двигаясь при холоде быстрее вы тратите больше то есть при этом сохраняете тот баланс который у вас есть и если вы при этом еще не хотите похудеть то вы это сделаете потому что вы тратите больше энергии на при этом едите столько то есть и не решаете я вот делаю пиццу и десерты я не показала куда я зашла под самый конец поездки потому что уже не было памяти телефоне надо менять телефон буду менять что нравится видео снимать независимо из того есть просмотр и больше их меньше мне уже в принципе это важно не важно но вот нравится нравится делаю и от этого исходим поэтому не сидим при морозе чуть-чуть выйдите на одну минуту на 2 и зайдите просто почувствуйте дайте организму почувствуйте разницу температур то здесь уже не только похудение то есть и сам организм будет вырабатываться быстрее и больше тратить энергии то есть вы вот этой вот физикой схеме и себя стали приведете к похудению без всяких дополнительных походов а если же и понравится спортзал я уже спортзал подключу к чуть попозже но я подключаю свою другую рутину как физически физически активную работа я тоже это покажу пока вот нет этих действий и сейчас видео о том что вот в принципе научилась не набирать вес в поездках и научилась использовать температуру внешне окружающую среду все что есть рядом и при этом даже даже стала экономить и самое интересное не желая того в кармане остается больше банкнот поэтому не сидим выходим на улицу чувствуем разницу не надо долго до синего носа гулять поэтому почувствовали разницу и быстро домой или в любимое кафе обязательно выходите на улицу обязательно чувствуйте разницу температур будьте здоровы пока и вот показываю обувь подошва толстая есть достаточно широкое место все равно конечно заужение тут есть не сто процентов удобно но более удобно чем все что я видела и удобно естественно должно быть поднимать ногу все равно она есть хоть подошва толстая поэтому выбирайте обувь голеностоп закрыт как бутсы в принципе тоже удобно есть утепление внутри посмотрим как проносится зима вот такую обувь выбрала посмотрим как она дальше себя поведет это это все